Друзья, приветствуем! Лайфхаки и DIY – невероятная и обширная тема. Порой даже откровенный мусор может стать чем-то полезным. Сегодня мы хотим поговорить о невероятных лайфхаках, которые можно реализовать с ушаем. В народе – с болгаркой. Будьте готовы, а мы начинаем. Спаркс Чаще всего мы пользуемся инструментом и не обращаем внимания на искры, которые летят во время работы. В этом действительно нет ничего страшного, пока на вас не будет легко воспламеняющаяся одежда. Такой расклад сулит ужасными травмами. Спасти ситуацию может обычная стелька. Ее можно легко приклеить к защитному кожуху с помощью силиконового клея. Силиконовый клей легко удаляется с металла, если вам надоест такая защитная конструкция. Получилось как бы гибкое продолжение защитного кожуха. Данный брызговик неплохо защищает от искр. Главное выбирать негорючий материал. Disassembling Специализированные ключи – штука очень вредная. Постоянно теряются, и их толком нечем заменить. Болгарка тоже не лишена этого изъяна. Но немногие знают, что сменить диск можно и без использования ключа. Для начала стоит надеть перчатку и отключить инструмент от сети. Это необходимый метод обезопасности, даже если вы разбираете инструмент с помощью заводских приспособлений. Сначала нужно раскрутить диск болгарки в сторону противоположную движению, резкими движениями прокручиваем 2-3 оборота, а затем резко крутим диск в противоположную сторону, то есть в сторону движения. Гайка, которая удерживает диск, начнет раскручиваться. Далее дело можно будет закончить руками. Чейнсоу. Немного доработав обычную угловую шлифовальную машину, вы можете сделать из нее полноценную цепную пилу. Не хуже заводских аналогов. Такая самоделка однозначно пригодится всем, у кого есть дачный участок или загородный дом. Чтобы сделать цепную пилу из болгарки, вам потребуется ведущая звездочка от любой бензопилы, гайка для нее, кусок листового металла, пара болтов, две стальные пластины и, конечно же, сама угловая шлифовальная машина, а также шина с цепью. Из листового металла необходимо сначала вырезать по размерам, а затем сварить защитный кожух для болгарки. В нем нужно сделать отверстие в центральной части, после чего с наружной стороны приварить отрезок трубы с прорезью. На болгарку надевается сначала защитный стальной кожух, затем шина с цепью и ведущая звездочка. Дополнительно в самом кожухе необходимо сделать два отверстия под болты для фиксации шины. Шляпки болтов с обратной стороны нужно прихватить сваркой. Также из двух кусков пластин с отверстиями нужно сделать уши для крепления кожуха к корпусу самой болгарки. После этого кожух можно снять, чтобы покрасить. Собирается данная конструкция в той же последовательности. Вероятно, если вы досмотрели до этого момента, то видео вас заинтересовало. А лучший способ поддержать команду авторов этого канала – поставить лайк и подписаться. Комментарии также приветствуются. Гриндер Гриндер – это ленточный шлифовальный станок. Этот инструмент выпускается производителями в самостоятельной модификации. Переделка же болгарки поможет получить доступ к функциям гриндера без покупки дополнительного инструмента. Основная рама гриндера имеет простейшую модификацию. Она состоит из горизонтальной части, выполненной из заготовленной металлической ленты и прикрепленной к ней крепежной части, имеющей вид буквы «С». На конце рамы гриндера, который является противоположным валу УШМ, просверливается отверстие, в него устанавливается болт. Его направление должно соответствовать направлению редукторного вала. На болт надевается несколько подшипников с диаметром внутреннего отверстия, превышающим диаметр сечения болта максимум на 1 мм. Это даст подшипникам возможность сидеть плотно и не давать вибрации во время работы будущей ленточной шлифмашины. Подшипники закрепляются на болте шайбой и гайкой. Завершающим этапом сборки ручного гриндера является подготовка наждачного полотна. Все зависит от размеров выбранных деталей. Либо вы устанавливаете заводскую ленту стандартного размера, либо продольно разрезаете абразивную ленту и подгоняете по размеру вашей машинки. Straight cut. Этот лайфхак пригодится, когда нужно отрезать краешек от профильной трубы и сделать это так, чтобы нижняя стенка была идентична к верхней, то есть имела равный угол. Вам нужен кусок листового металла 1-2 мм толщиной. Важное замечание, он должен быть абсолютно прямым. От этого зависит точность работы. Далее просверливаем в нем отверстие так, чтобы он встал на удалении 2-3 мм от отрезного диска на болгарке и прикручиваем его болтом к инструменту. Лист будет выполнять роль направляющей. Теперь нижняя стенка отрезается так же, как и отрезается верхняя. У этого способа два минуса. Крепежный болт ограничивает длину отрезаемой части, а размер диска – высоту. Но если нужно подровнять кончики профильных труб, этот способ подойдет. Электрик сайф После всего, что мы сегодня обсудили, мы все равно постараемся вас снова удивить. Угловая шлифовальная машинка – воистину удивительный инструмент. Из него можно сделать буквально все, даже газонокосилку. Это, конечно, крайности, но если у вас сложится такая ситуация, что ваш замечательный газон будет нуждаться в стрижке, а специального инструмента под рукой нет, то можно попробовать. Основа конструкции – рама. Она состоит из ручки, двух колес и крепежа для самого привода в виде инструмента. Также вместо заводского защитного кожуха нужно установить самодельный. Он должен быть несколько больше, чтобы защитить пользователя и инструмент. Подойдет даже пластиковый. Например, из старого хозяйственного таза. Для удобства можно закрепить провод на ручке с помощью хомутов. Вместо заводской лески для стрижки газона также можно подобрать что-то из гаража. Леска, проволока или даже можно смастерить диск из лезвий для бритвы. Загвоздка только в спуске. Тут придется повозиться. Можно также использовать хомуты, но это не выглядит безопасно и удобно, поэтому можно переделать саму электрическую цепь болгарки. Только вот для этого придется окончательно испортить инструмент. Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк и подписаться. До новых встреч!